Гадюка укусила жительницу городецкого района прямо в огороде. Змея вцепилась в ногу женщины. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу. Ей ввели сыворотку, а затем госпитализировали. Сейчас пациентка в удовлетворительном состоянии. Ее жизни ничто не угрожает. В Сарове за период конца мая-начало июня к врачу обратились двое человек, которых укусила ядовитая змея. Ежегодно в городе фиксируют от одного до трех таких случаев. Есть несколько факторов, которые могут усилить действие яда гадюки и привести к летальному исходу. К таким факторам могут относиться детский возраст, просто масса тела слишком маленькая для того, чтобы нейтрализовать такой яд. Пациенты с аллергическим анамнезом, с ослабленным организмом вследствие каких-то хронических заболеваний. И плюс локализация укуса тоже имеет значение. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы. Яд гадюки достаточно медленный и всасывается в кровь постепенно. После укуса появляются местные симптомы – боль, отек, покраснение или синюшный оттенок конечностей. Также у человека могут появиться слабость, тошнота. При первой медицинской помощи нужно максимально обездвижить ту часть тела, на которую пришелся укус, вызвать врача. Также можно приложить холод к пораженному участку и принять противоаллергический препарат. Часто достаточно встречается заблуждение о том, что после укуса нужно наложить жгут венозный, выше места укуса. Вот этого делать не надо. Когда пациенту накладывают жгут в человеку, то действительно ограничивается венозный ток, и яд начинает распространяться ниже места укуса, то есть вот в данной конкретной конечности. Нельзя надрезать рану, прикладывать к ней какие-то растения или пытаться высасывать яд самостоятельно. Это может быть опасно. Если вы собираетесь в лес или на участок с высокой травой и кустарниками, надевайте закрытую обувь. Внимательно смотрите под ноги и на дорогу впереди. Если вы идете по высокой траве, то держите на готове палку или трость, чтобы развегать ею растительность. Голень должна быть защищена, то есть это должен быть берд высокий, либо резиновый сапог, который будет закрывать голень. Плотная одежда желательно в несколько слоев. Если несколько слоев одежды будет, то вполне вероятно, что она, задев первый слой одежды, тут же отойдет, не пропусив второй или третий слой и не достав до кожи. В клинической больнице есть необходимая сыворотка против яда гадюки. В случае укуса специалисты могут оказать саровчанам квалифицированную медицинскую помощь. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.